Всем добрый вечер. В эфире новости. Итоги этого дня. Вместе с вами подведу я, Антон Скаль. Начнем с главных тем. Бороться со снегопадом продолжают в Барнауле. Сколько рабочих и техники на улицах города. Судебным представителем может быть только человек с высшим юридическим образованием. Это правило действует с 1 октября, но проводить правовую консультацию может кто угодно. Какие могут быть последствия? Наш телеканал продолжает рубрику «Секреты долголетия». Мы будем рассказывать о долгожителях Алтая, которые по-прежнему молоды душой. Сегодня история Юрия Михайловича Першина. В преддверии 75-й годовщины Великой Победы все участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Алтайском крае обеспечены жильем. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщила министр социальной защиты края Наталья Оськина. Всего в текущем году в Алтайском крае жильем обеспечены 70 ветеранов войн, в том числе 9 инвалидов и участников Великой Отечественной войны. В очереди на получение жилья по-прежнему находятся 33 вдовы фронтовиков. Заявка на получение дополнительных федеральных средств уже направлена в Минстрой Растии. 13 ноября в первом чтении были внесены поправки в бюджет 2019 года и нам дополнительно будут выделены 37 миллионов 600. Это на 26 вдов и два жителя блокадных Ленинграда. Деньги придут скорее всего в декабре и освоить их нужно будет до конца года. И прямо сейчас срочная новость. Яровое направлено уголе из резервного запаса. Такое решение приняли в правительстве Алтайского края. Оперативные действия власти региона вызваны безрезультативными попытками эксплуатирующей организации в течение двух последних суток наладить работу станции и выдать нормативную температуру теплоносителя. Накануне в Яровое поступил некачественный уголь, закупленный собственником ТЭЦ. В результате чего температура в квартирах жителей города сегодня колеблется в диапазоне 17-22 градусов. 2000 тонн качественного угля из регионального резервного запаса из Славгорода сейчас уже поступают на ТЭЦ автотранспортом. Потеплеет в домах яровчан в ближайшие 6 часов. Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров для сферы предпринимательства стартовала в крае. В этом году бесплатное обучение пройдет в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Среди слушателей 150 представителей малого и среднего бизнеса региона. Губернаторская программа – уникальный образовательный проект для нашего региона. В Барнауле обучение проходит на площадке Алтайского государственного университета. Слушатели узнают больше о вопросах налогообложения, о бережливом производстве, маркетинге и финансовой грамотности. В рамках программы предусмотрен ряд круглых столов, на которых будут рассказывать о своей работе представители бизнеса, чиновники управлений правительства Алтайского края. Поэтому здесь отнюдь не только теоретическая подготовка, но прежде всего это тесное взаимодействие с практиками. Курс рассчитан на 72 часа интенсивного обучения. Предприниматели получат актуальную информацию в сфере финансового и правового регулирования бизнеса в вопросах инноваций и цифровых технологий. Предполагается участие слушателей в стажировке на ведущих российских и зарубежных предприятиях. Очень много знакомых у меня уже проходили обучение в рамках губернаторской программы, очень хорошие отзывы от прекрасных преподавателей. Поэтому я решила тоже воспользоваться этим шансом и поучаствовать. Бороться со снегопадом продолжают в Барнауле. Сегодня на улицах города работают 135 дорожных рабочих и 104 единицы снегоуборочной техники. С основных дорожных магистралей за прошедшую ночь вывезли 5000 кубометров снега. Также сотрудники коммунальных служб очищают тротуары, пешеходные переходы и остановки. Сейчас работы идут на проспектах Ленина и Комсомольском, Павловском тракте, улице Георгиева, а также в пригородных поселках. Где-то 50% работы выполнено. Я думаю, что сегодня в ночь мы все магистрали прометем на чистовую. И останутся у нас основные работы – это вывести тот снег, который был сдвинут с проезжих частей и с тротуаров. То есть на это у нас еще уйдет 2-3 дня. И продолжаем тему непогоды. Из-за сильного снегопада перекрыли участки двух трасс, а именно Бискусяцкая-Саусканиха, Верхкожай и приграничная Усть-Каменогор-Шиманайха граница Российской Федерации. Представители госавтоинспекции Алтайского края рекомендуют не рисковать и воздержаться от поездок. Движение ограничено для всех видов транспорта. Оно будет восстановлено после улучшения погодной обстановки. При необходимости можно воспользоваться железнодорожным транспортом. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обратиться по телефонам экстренной службы 112 либо 101. Несовершеннолетняя девушка замерзла насмерть в Кырмановском районе. По данным правоохранителей, она была жительницей Усть-Пристанского района. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно установлено, что погибшая 15 ноября текущего года приехала в гости к своей подруге, с которой вместе учатся в колледже. Девушки проводили время в компании знакомых, после чего между ними произошла ссора. Потерпевшая вышла из дома, и через два дня ее тело было обнаружено недалеко от населенного пункта. Как сделать Алтайский край привлекательным для молодых врачей? С какими проблемами сталкиваются начинающие специалисты? Эти и другие вопросы обсудили на форуме «Алтайский край. Территория возможностей». В нашем регионе он прошел впервые. Форум объединил больше 700 молодых врачей со всего края. Специалистов разделили на секции по профилям. Несколько часов они обсуждали актуальные проблемы здравоохранения и пути их решения. Например, повышение заработной платы врачам, по мнению министра здравоохранения Дмитрия Попова, один из вариантов получения знаний по смежным специальностям. Когда врач своими компетенциями, своей практикой, своей работой добивается иной заработной платы. Мы будем говорить о том, что врач-терапевт имеет все возможности расти по компетенциям, осваивая смежные специальности, при этом зарабатывать иную заработную плату. Эти компетенции должны даваться в медицинском университете. И как некая практика, составляющая неотъемлемое обучение врача будущего, мы должны это формировать. Обучение будут проводить на базе медицинского университета. Более того, там планируют увеличить количество бюджетных мест с 500 до 620. Более 500 женщин Алтайского края ежегодно будут проходить переобучение. Повышать квалификацию можно будет по нацпроекту «Демография». Каждый год на это будут выделять 32 миллиона рублей из федерального бюджета. Главная цель – научить совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями. Сейчас, согласно данным опросов, 41% женщин региона готовы к переобучению. Эта программа, она значительно расширила возможности наших женщин. В ней смогут участвовать все женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет. А также женщины, имеющие детей до школьного возраста, не состоящие в трудовых отношениях. И в случае обращения в службу занятости, мы им окажем такую возможность. А сейчас к другим темам. Нужно ли везти в лесах хозяйственную работу или лучше оставлять их нетронутыми? Эти вопросы обсудили экологи-общественники на круглом столе. О чем смогли договориться, узнаете в следующем сюжете. Особо охраняемые природные территории полезны или же наоборот вредны? Общественники Алтайского окраинера, вдодушные к экологии, в большинстве своем склоняются ко второму варианту. Как пример приводят предприятия «Новичиха лес». Там столкнулись с запретом работы на особо охраняемых природных территориях. Около 30% насаждений компании относятся к этой категории. И как показывает практика, этот статус приводит к незаконным вырубкам и постройкам, браконьерству, образованию несанкционированных свалок мусора. Все потому, что зачастую там ограничивается хозяйственная деятельность. Лесники утверждают, что если за лесом не ухаживать, не проводить там необходимые вырубки, то через 50 лет можно потерять значительную часть ленточных боров из-за их интенсивного старения. Создание особо охраняемых природных территорий сегодня добавляет еще этот объем. Это порядка 2000 гектар на сегодня затопленной древесины, которая срочно требует уборки, дабы потом не развозить там вредителей вторичных и так далее. Это около полумиллиона кубометров древесины. Это огромный объем, я считаю, это экологическая катастрофа. В рамках круглого стола доклады представили общественники, представители науки, лесопользователи. Все участники сошлись во мнении, что действующие режимы на территориях вредят природным объектам. На мой взгляд, что может спасти ситуацию в Алтайском крае? Нам нужно, во-первых, поменять способ выборочных рубок, во-вторых, прекратить придумывать вот эти препятствия для создания особо охраняемых территорий, пусть они даже будут созданы, но ограничение хозяйственной деятельности именно с точки зрения лесного хозяйства здесь недопустимо. Также часть общественников заявила на заседание о создании некоммерческой организации, которая будет курировать вопросы экологии. Их цель – изучение реальной ситуации в природных территориях Алтайского края. Мы хотим быть помощниками власти и объективно доносить информацию о том, чтобы власть не совершала каких-то опрометчивых решений, идя на поводу каких-то полуобразованных, полуоткуда неизвестно собранных людей. Мы хотим быть представлены кто-то с образованием, кто-то нет образования. У каждого свое мнение. На круглый стол не пришли представители Министерства природы, что обеспокоило общественников. Однако они все еще рассчитывают на сотрудничество с ведомством, потому что у всех одна цель – сохранить леса Алтайского края. Вадим Слюсарев, Антон Червяков. Новости. С 1 октября 2019 года судебные представители обязаны иметь юридическое образование, в том числе и по гражданским делам. Но консультировать может человек без профильного образования и вообще без опыта работы. Поэтому становится больше так называемых лжеюристов, которые предлагают бесплатные консультации, за которые клиент может дорого заплатить. Как не попасться на удочку мошенников, ответы искала наша съемочная группа. Бесплатная юридическая консультация – помощь по любым правовым вопросам. Таких объявлений в интернете море. Юридические фирмы обещают детально изучить вашу проблему и подсказать решение, причем бесплатно. Но вот за оформление необходимой документации придется заплатить. Например, составление и отправка искового заявления стоит 2000 рублей. Здесь и начинается самое интересное. Когда дело доходит до платных услуг, оказывается, что возникают вопросы к качеству. Он целый год делал вид, что занимается моим делом, потому как просто вешал лапшу на уши. Просто деньги взял, подсунул типа документы об оказании услуг юридических и смеется в лицо людям. Говорить не докажете. Дело в том, что проводить бесплатные юридические консультации могут люди без профильного образования. Нужно оформить ИП или ООО. А за громкими предложениями, вроде «Любая юридическая помощь», по словам экспертов, могут скрываться не только плохие юристы, но и настоящие мошенники. Никаких договоров фирмы лжеправоведов с клиентами не заключают. Получила я бесплатную консультацию, и она мне предложила список, который стоил 3000 рублей. Заплатила я 3000 рублей, а она мне дала квитанцию. В течение недели ответа не последовало. Я звонила, отвечала посторонняя девушка. На звонок, далее на мои звонки никто не отвечал. Я так поняла, что меня внесли в черный список. Однако, даже если человека не обманули, и юрист оказался компетентный, гарантии того, что консультация поможет, нет. В сложных судебных процессах просчитать все правовые тонкости может только специалист, который плотно занимается данным судебным делом. Вот так вот просто говорить, что вам юрист или адвокат оказали неправильную консультацию. Потому что, находясь в судебном процессе, естественно, вам могут общая норма права сказать. А уже в суде вы их просто можете не применить. И здесь уже нельзя говорить, что вас проконсультировал адвокат, либо юрист неправильно. То есть здесь подход должен быть конкретной ситуации, конкретно к делу. За бесплатными консультациями эксперты советуют обращаться в адвокатские кабинеты. Специально для этого там проводят дни открытых дверей. А в прочих юридических фирмах лучше уточнять квалификацию человека, которому вы хотите доверить свое дело. Иван Горбатов, Алексей Шаульский. Новости. 90 и старше наш телеканал продолжает рубрику «Секреты долголетия». Каждый вторник мы рассказываем о долгожителях Алтая, которые по-прежнему молодой душой и готовы поделиться своей историей. На этот раз наша съемочная группа побывала в гостях у поэта Юрия Михайловича Першина. Ему 90-е, и писать стихи – это не единственный талант пенсионера. Его секрет долголетия прямо сейчас. Елизавета Алексеевна, вы семена добра посеяли. Хочу вам крепко пожелать всю жизнь свою колось держать. Зерном признания, ну вперед, и счастье вас не обойдет. Такое вот стихотворение написал мне Юрий Михайлович Першин. Поэт, писатель, редактор и журналист из Первомайского района. Его называют королем экспромта. На создание этого четверостишья Юрию Михайловичу потребовалось не больше двух минут. Пока мы беседовали с его лучшим другом. Он говорил, что в 15 лет влюбился, и первое стихотворение девушки написал любимую. И его потом он начал печататься, его заметили, и пригласили в газету. И вот с 59-го года он по сегодняшний день еще иногда ездит, берет интервью, материалы готовит для газеты. Ему 90 лет, но с творчеством по-прежнему на «ты». Пишет стихи и сказки исключительно на компьютере. Так, знак за знаком напечатал уже тысячи произведений. Издал несколько сборников. Готовит работы для будущих томов. Помимо писательского дела, Юрий Михайлович творит чудо из дерева. Больше 60 лет занимается резьбой. Я выискиваю в лесу подарки. Не просто так какую-то корягу беру. Оп, вот она, вот она. Морские образы, портреты родных, сказочные звери, каких только нет работ в копилке мастера. Это скульптура, изображение жены и сына Юрия Михайловича, сделано из куска мела. Она держала на руках, Таисия Александровна, покойная жена. Она его держала на руках. Раз, и в голове вот этот слепок. Я потихоньку стал вырезать из этого куска мела. И вот такая вещь получилась. А чтобы неустанно творить, пенсионер поддерживает себя в форме. В 45 лет непрерывно ежедневные занятия йогой и полторы тысячи ударов по груши, которую на 90-летний юбилей подарили внуки. Я наношу полторы тысячи ударов. Но удары частые. А это Гиря. Пенсионер называет ее старым добрым другом. Но как раньше уже не занимается. Главное в здоровом образе жизни. Не переборщить, говорит он. Почему я контролирую себя? Не переусердствуй, называется. Все в меру. Все должно быть в меру. Сегодня Юрий Михайлович каждый день принимает гостей. Вдохновение ему приходит от общения с людьми. Тогда в голове возникают образы. Так и в стихотворении понадобилось только имя. И строки сами возникли на бумаге. Его секрет долголетия прост. Здоровый образ жизни и здоровый образ мысли. Я вообще никогда не курил. Стал исповедовать здоровый образ жизни. И вдруг у меня откуда-то вновь появилась и сила, и память. Талант обострился. Понимаете, что такое здоровый образ жизни? Елизавета Конева, Денис Кузьменко. Новости. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете найти на нашем сайте katun24.ru. Желаю вам хорошего вечера и отличных новостей.